Продолжение следует... 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 который заботился. Там встречи по всей Англии, Шотландии. Ну, мы предложим встретиться во Франции, если Господь был не славит. Никак от нас ничего не зависело, совершенно. У нас обеспечение такое, что нам хватило бы там ядерней свяжить. Они говорят, вы недостаточно обеспечены. Мне племянник говорит, они на ваше одеяние посмотрели, вздрогнули. Скажут, этот решил остаться в Англии. Бежит из России. Что можно сказать? Вот, вопрос, пожалуйста, благодаря Богу, Господи, почему все это, когда это откроется? Ну, молимся. Но, о Визе мы не молились. Это открылось. Андрей там это пожелал, и на три дня, я говорю, на три дня больше никак. Нет, это королева обидится там начали. Королева обидится. Обойдется. Ну, а дальше все. Молимся. Ничего не знаем. Почему не дают? Едем в Москву, паспортов нет. А без паспорта, ну кто? Как кот. Но, мы молимся и заезжаем к Сахару, к Игумену. Прямо это 200 метров от Храма Христа Спасителя. И вот тут начинается самое удивительное. Я тогда говорю уже в те же вещи от братьев. Я говорю, знаете, мне кажется, он начинает приоткрывать Господь. Что он хочет сказать нам? Мы должны остановиться в Москве. А у меня план в Москве не останавливаться. Мне нужно быстрее на свою ставку, это Калуга, и скорее в Воронеж, шахты, и мы быстрее уходим. У нас они затянули. Нам пересечь зону горнице Шенгена, даже пятого. Ясно, что мы не успеваем. Никак. Но мы позже, если войдем, мы решили так, позже и выйдем, не выгонят. И вот отец Кирилл оставляет. Я у него говорю, четыре проповеди в Храме. Это все записали. Я уже все выяснил. Все я ему рассказываю. А зачем я тружусь рассказывать? Вот такое дело. Так мы еще привезли с собой материал. Надо еще скачать и беседы. И теперь полностью мы поняли, что его молитва победила желание кого-то. У меня желания не было. Я спрашиваю, вы слышали, что я помолился о визе? Никто. Я только просил, Господи, верни наши паспорта. Когда тебе угодно и как угодно. Ну и отдали. И даже консул, он не знал, что у меня отрицательный ответ. И когда мы это получили, мы сразу Бога взблагодарили. Просто отказаться я не мог по моральным принципам. Столько они подготовились, сколько они там людей берут отпуска, в каких городах в Англии ехать. И вдруг ничего нет. И главное, что я смело говорю, сейчас мы отсканировать надо будет одну страничку, что нам ответили в консульстве. И я не повинен перед ними-то. Я знаю, что они начнут говорить, не могли уделить время. Но у меня разнаряжено, когда во Франции, когда в Финляндии выступать. Я думаю, что они поймут. Но мы им предложим взять автобус, под Ла-Маншем пробежаться к нам во Франции. Ну, Тихо, там очередь какая-то стоит, когда им понимать. Они не задумываются даже никогда. Вы знаете, никогда такого не было. Столпотворение. Я же смотрел. Виза в центре где. Ужас. Просто, знаете, как улица какая идут. И главное, они заранее договариваются, нигде такого нет. Даете деньги, а визовой сбор больше, чем в какой-либо стране. И деньги назад не возвращаются. Я дал, они мне ничего не дали. Да мало ли, еще поганую печать поставили в паспорте, чтобы в другой раз ко мне присмотрелись. Ясно, что мы вообще за рубеж не пойдем. У меня нечем идти. Я иду за раме. А это все заканчивается. Тысяча экземпляров всего. Если будет, то на будущий год по неполному комплекту, где-то там за Москвой, все равно придется проехать. Ну и вот, мы никак не могли раньше. Мы настолько неопределенно, и не звонить не могу, и не говорить. Просто стадия ожидания. Благочестивый антракт молчания. Мы замерли. И вчера приехали, там тоже ставка понравилась. Большой морской контейнер. 12 или 13 метров длины. Все разложить сумели. Значит, вот эти вот связанные, которые, это неполный комплект, 3. Три самых таких вам доверенных человека. Толкование Нового Завета, откровение. То есть, от того же Нового Завета, без первого, первого монета, но и на Евангелие. Ну, основное все и здесь. И вот эти вот пачки. Разрешите доложить. Все выполнено. О чем мы разговаривали? Ну, выполнено. Я ему дали смс, сказали, из дома никуда не уходи. Собирай друзей. Выговорил нам не мог раньше, не мог. Неопределенно наше положение. Мы еще вечно там ходили, крутили. И как, сегодня мы до обеда почти только книги раскладывали. Это надо их разложить. А это 3800 килограмм. Представьте, а потом надо нам разложить в каком порядке. А потом по одной брать, распечатать. Там море бумаг этих. И теперь нам натаскать вот такое вот, что получилось на две коробки. А машинюшка-то какая? Ну, держи тканек пока. Значит, нам нужно сейчас... Так, вот шофер. Я говорю, мы остановились, и поэтому надо, кто знает шофера, помочь. Что ему надо? Там сменить масло. Ну, не ремонтировать это. И грин-карта где-то здесь продается. Чтобы мы в шахтах, где в прошлом году была ставка наша. Ну, заехать надо с хозяином там, не даром. Он пилил, я ему щипнула. Ну, пусть ухажили, все перерезываю. Надо просто навестить его. Чтобы мы там только навестили и не задерживались. Нам задерживаться не надо. Идем мы в Северную Осетию, Грузию и в Турцию. Новый путь открылся. Открылся с того... Это Украина нам показала. А раз туда, значит, у меня уже мысли. Анкара, Стамбул. В прошлом году, тем более, шесть мусульманских стран позади было. И как они принимали вообще. Даже это надо видеть. Мы незнакомые. Поздоровались. А куда вы едете? Откуда едете? А чем питаетесь? А вода там плохая. Открывают магазин, они в магазине работают. Они что есть в магазине, они все нам тащат. Ну, сфотографировались, им послали благодарность. Вот и все. В Чечню не ездить. Там только голову режут. Два раза дуле не режут. Выходят, спрашивают кого-то, мы там с ними живем. Почему? Потому что за нас молятся многие. И мы верим. Искренне верим в нашего Спасителя Христа. Он путь этот устрояет. Вот были глядя на Махачкале. Попросились там намаз. И есть комната намаз. За совершение намаза. Запертое. Мы сказали директору. Мгновенный звонок открыли. Мы зашли, разулись, как положено. Помолились крестным знаменем. И о стране этой, и о мусульманах, о всем. Все там интернете. Пошел в мечеть мусульманную. А они по стенам сидят. И нам, ну, между богослужениями. О, как они смотрели строго. А когда я помолился, в стол, гляжу, они вокруг меня уже все стоят. А дальше началась беседа. Это Бог открывает сердца. У нас подход один. Людям дать два слова, чтобы поверили. Библия и Христос. Я не нападаю, не разбираю. Сысоев тот грамотный был. Он разбирал Мухаммана тоже. У меня отдельная книга. Зеленая просто. Вот, вот, вот. Так, где она? Вот, подними ее. Вот. Книги, видите, одного названия, открытым окном. 30 томов, и все разные. Такого не бывает. Вот, у мусульман любимый свет, у них зеленый, зеленый. Здесь Коран, Сура, Аят, разбираются во свете Библии. Такого материала вообще никогда не было. Сюда, поверните. Без всяких нападок, без всего. А другие, кто, ну, чтобы по корочке можно было определить. Вот, если, достаньте одну, вот эту возьмите. Вот. Есть такая национальность евреев. Они любят золото. Это вот про них золото рассветное. И три тома. Что за 3600 лет? Было сказано, и разбор Талмуда. Каждая книга 750 страниц. Это как... Тут она встала, где-то мы были в каком-то... Кирсарай, или как? Бахчисарай. Бахчисарай, в Крыму. Он имеет полчаса сатанинская. Губит душу православную. Я выписал все и сделал крупную. Причем тут я, когда это все известно. И при том, и жития святых. А книгу, и жития святых выпустила патриархия, ну, лет 7, наверное, назад. Но они... И тут их там не видно. А здесь они отдельно выбраны. Просто сгусток энергии. Вот это то, что здесь есть. Это вот Новый Завет. Вот и для Слова Божьего они... Ну, кстати, 4 книги подарены Путину, Медведеву, Патриарху. Они видели в библиотеке у них. За 2000 лет впервые вышел с откровением Вес Новый Завет. И мы сами раскрасили лучший иллюстратор Геставра Даре. Вот оно. И типа так. Так что это видели, как сделано подарочным. И цвета под цвет российского флага. Дело сидеть. Это все Сергеев. Он достойный. Пусть он теперь как маршал руководит войсками. На это не надо смотреть, что он лежит. Лежа он больше увидит. Мы-то бегаем глазами туда-сюда, бродим. А он видит только небо. Ему это дано. Ну, брат, теперь просьба. Прими дарите. Дарогое. Принимаешь? Принимаю. Все, вы хозяин этого. Тут смотри, где и как. Ну, а это уже наши, что сольки не заели сибирские в тайге. Продают. Легко жуются. Больше ничего нет. Все остальное пропадает. Потом я зайду еще с ураганом. У нас собака охраняет. Дорогой. Собака это не просто дворовая собака. Чемпион России. По защитной коронавирусной службы. Ну, на выставках она получила золотые медали. И она с нами едет. Мы ночуялись в полосах, где в степи. Прячем машину на ночь, чтобы у там, ближе к ближайшему городу попасть. Там, районный центр. В прошлом году мы проходили по вашему городу. Мы были? Нет, нет. Не получилось у нас. Не получилось. Ну, просто некуда. Опоздали мы. Опоздали. А сегодня-то уже все закончилось, да? Уже все сидите. Да. В национальную библиотеку. Так. А кто бы из вас мог это сделать? От нас передайте. Конечно, Игнатий, мы сделаем. А? Сделаем. Сделаем. Значит, я оставлю бумагу, которая... Они там подпишут, что такой-то перечень книг. И мы обещаемся хранить книги, чтобы они были доступны для читающих. Ничего там такого нет. Эта книга находится в библиотеке имени Ленина в Москве. Историческая, это вторая по значимости. И парламентская в Москве. В прошлом году мы очень много ездили по Украине. А значит, видишь, как нет. Все, и в Киеве есть книги, и в Харькове. Прошли весь Крым вдоль и поперек. И там, где Кадлеры туда пробрались. В Сочи. А нынче там ход закрытый. Это Бог так сделал. Мы были в какой город там? Крымск. Подоптый. И они говорят, ровно мы приехали в годовщину, когда там погибло много людей. А там мы уже побыли на Владивостоке, находка. Через год мы уехали, а там наводнение. Вот мы где-то между ними, и сами того не знаем. Бог провел там наводнение, и там, а мы между ними попали тогда. А раньше на год, а тут на год позже. Ну и остальное для Бога. Здесь ответы на 4124 вопроса ответа. Да, да. Визитки-то не понесли. Ему создатели визитки нашим. Он нам, мы перекидывались, чтобы она лучше выглядела, эта визитка-то более красочная. Ну и вмещала всю информацию. И вот Сергей тут старался. Сколько там, наверное, раза три переделывали. Я вам сейчас, да? Раз пять. А? Пять раз или шесть. Я еще убавляю, думаю, как бы не привелищить. Вот это наша визитка. Там что-то упало у вас. Да, это упало мне. Так, видите-ка этот. Он зря лежит. Возьми его. Это вот наш форум, наш сайт, все, что есть на нем. Ну, а остальное привезти, просто ему побольше положите, чтобы было. Так, хозяйке просьба. Вы нам рубашки позволите постирать? Да. Потому что мы уже выехали в 27-го, и все это в пыли. Больше мы ни в чем не нуждаемся. У нас все с твоей картошкой, крупной, автономное существование. Тогда датчик им придется первое-второе занести, но какой-то переложить ящик. Мы не можем коробки оставлять, потому что нам в следующий раз перезаряжать, и коробок не хватает. Эти книги отдельно где-то выложим. Вы достанете коробки, положите, с ними расскажете, в интернет заведете, где зайдут они. Ну и, может, что такое, что-то серо копирует. Где находятся книги? Эти книги находятся в 444 библиотеках стран мира. В прошлом году мы шесть мусульманских республик, прошли 15 государств, а сейчас не знаем, как он у нас будет. Дойти надо до Афин. Афин – это в самом конце. Там оттуда переплыть в Италию. Оттуда уже с Франции, и, думаю, через Испанию до Португалии. Весь центр России, это Европу взять, и потом перейти на Скандинавию через Данию. А потом переплыть в Прибалтику. А потом уже возвращаемся, заряжаем, и выходим к Мурмурску, в Цивилу. По тем областям. Ну, потому что больше нам там не бывать. И здесь больше не бывать. Мы все делаем, как бы, прощаясь со столь великим делом. Все это в интернете, это понимают. И отец Кирилл, что там говорил, он очень понимает это. Тем более Сергей все знает. У меня еще не ладится, а сразу к Сергею. Сергей там что-то в интернете не ладится. Я гляжу, перехватил. Отсюда руководит. И видно, как стрелка объедует по экрану. Представь себе. Она, Господь, как делает. А я говорю, если бы ты был вот так, какой ты был, до встречи с бревном-то. Да ты вообще бы, даже никто тебя не знал-то. А так на весь мир дело-то делаешь какое. Он еще рецензии такие дает. Да и тогда заступается. Там в другой раз схватится с какими-то, они на меня нападают. Даже жалко его станет. Он им... Ну вы покажите хоть что-то против. Они еще антипатия. Потому что она связана с тем, что человек не такой, о чем мы говорим. Это вот святая Библия, по которой нас Бог будет судить на страшном суде. Живи или отрицай. Это выбор твой. Я выставил три дня назад ролик, где вы напророчествовали Николаю Леонову. Как вы сказали ему, ты говорит, если не изменишь позицию свою, до 50-ти лет не доживешь. Я вот этот ролик сейчас выставил, и там люди смотрят сейчас. Он не просто как это, семинарист. Он был чемпионом мира по... Тикбоксингу. Ну там, пенальтикбоксингу. Там священник один сказал. И о войне. Воевать надо. А я доказываю, согласно Слову Божьему, мы христиане, мы мирные люди никак. И он попадает, его убивает, уже похоронили. И с ним нет, нет, только мои беседы. Так один, а там три их ролика, три разных. Там Румыния где-то еще посол идет. По Румынии можно найти. Ну видите как, его нет, и я живу. 10 июня мне 75 будет. Дело в том, что он пошел не воевать, а с ранеными. Помогал раненым. Да. Так говорят. Мы не знаем ничего, кроме того, что одна сторона говорит. КамАЗ. Взорвали КамАЗ. В КамАЗе было 35 человек. И все в кашу. И убили. Там скорая помощь отдельно шла. Говорят, все расстреляли из вертолета. Мы не знаем за что, но догадываться примерно можем. Некоторые говорят, может это за геи парады, которые там устраивают. Я считаю, это не главное. Главное то, что Украина полностью пошла на поводу еретиков. Всякие ереси, в центре ересей. Там и журавлёк, и этот, и этот, и этот, сандей, и кого-то так нет. Да. Самые нечистые птицы пристанищем стали. А там источник предверы был. А оттуда православие пошло. И маленькие там, школьники, ну не маленькие, прыгают москаляку на геляку. А они не знают, что за этим последует. Ты хотел это, и это и получишь. Мы говорим, кроме любви Божьей нет оружия другого воевать. Тут мне священник задает, а вот этого убили музычка Александр Белый. Ну, на нем около 20 российских военнослужащих он убил сам. ВТР подбитый, ну, оттуда его награду имел. А вот вы бы смогли с ним общий язык найти. Я говорю, мне даже искать не надо, я такой. Мы как родные братья бы встретились. Я с пяти лет готовился террористом быть, отомстить коммунистов. Вот видишь, как Господь делает? Ружьё, ножи, полозы. И музычка, это я, как будто я вместе с ним рядом. Если его скованного руками дважды стрижают в сердце, значит, кому-то он мешал. Да нет, сам. Сам он в сердце два раза. Прямо в сердце? Это ясно, что он досадил его. Ну, а вот вы могли бы с Бандером сам и как. Я еще не пойму никак Степан Бандера, почему он вредный-то. Он сидел в фашистских лагерях, в тюрьме. Он патриот своей родины, он по-своему это понимает. Он желает блага. Вот какой-то недавно фильм смотрели, он староста деревни. Ну, его советские там где-то и чекисты трепет. Он говорит, проклинаю и ненавижу вас. Вот это поле, мое поле. У меня все росло. Я жил, люди жили. Ты сейчас один бурьян есть. Вы ничего не можете делать, только разрушать. И мы это видим на каждом шагу. Был бы я не верующий, даже говорить не надо. Я бы туда ушел или туда. А Бог есть, я склоняюсь к праведным судам твоей, Господи. Ты по справедливости наказываешь, вразумляешь, чтобы человек познал твою волю. Ибо эта жизнь мгновение мигнул и уже на той стороне. И поэтому с чем мы предстанем? И вот эта встреча у отца Кирилла Сахарова в Москве, она была как предузнана. Сколько пришло людей, которые заказывали книги, священники, с Киева. Один, Канабас, тоже, наверное, увидел. Я выставил, увидел там. Я ему говорю, это 36 лет назад мы у него были в гостях. Он сейчас священник, хороший, говорят. Ну и везде. Андрея Кураева не нашли, где-то его не было. Ну, значит, обратном пути, может быть, встретимся. Свой путь человек не может управлять. Вот мы все сделали как надо. Взяли, заплатили. Паспорта нету. Три недели проходит, ни звонка, ничего нет. Мы оставляем человека, племянник, он дежурит. Приходит в визовый центр в Новосибирске. Нету. Здесь приехали, кое-как узнали, где находятся, в посольстве. Отдайте паспорта, я не прошу ни визы, я им говорю ничего. Отдайте, верните. У нас гаунты Шенген. Десятки государств. Это отда Англии. Нету. И всех на ноги подняли. И вернули. Вернули паспорта, и мы возрадовались. Господи, от какой билиты нас избавил. Мы даже знать не знаем. Это Бог знает только. Никогда не надо настаивать, если мы молились. Нагадайте, что он там точки ставит. А это пароль. У него мощь никакой. Смотри, проворачивает. Это у него будет, да, беда махать? Это Елена-то как она там? В Донецке. Да бедные страдают, что бомбят их там. Муж и дети это живы? Ну, слава богу, пока живы все. Сын на поле где-то. Она молится, только помогите, помолите, чтобы его не убили. Дочка отправляет в университет, молится, решила, дома пусть сидит. Какая жизнь. Все, в кино смотрели, как воюют. А сейчас, говорит, нас, говорит, долбят со всех сторон. Спрашивают, как они... Мирослава-то вон текст, какой прислала, письмо какое прислала. А это кто прислал? Это Мирослава, я сегодня ей написал. И я говорю... Вот данные ее уже совсем нету. Вот, как говорит седьмое общество. Я только села, чтобы написать вам. Сережа, это зависит какое время. Я в 4 часа должна идти смотреть внука. Я вот что хотела написать. Я разговаривала с отцом Алексеем из Приходо-Байфорд по поводу приезда Игнатия Тихоровича. Он сказал, я его не знаю, а приглашать человека, который не знаю, не могу. Что касается нашего разговора, он в силе. Если они будут проезжать в Эссул, пусть заезжают, они смогут у меня помыться и покушать, отдохнуть. Но я в этом городе не очень давно. И чаще бываю в монастыре, чем дома. Даже своих соседей не знаю, как знать. Поэтому не знаю, кого можно пригласить в духовные беседы. Меня не будет дома с 8 по 15 июня. Как раз мы там проезжаем. Я буду в Васе Анчат, в Русском монастыре. Я Вам напишу телефон монастыря. Может, они смогут посоветовать, куда можно поехать для правохода. Мать Анна. Этот монастырь находится в 100 км от Парижа, от меня 270. Храни Вас Христос. Еще не надо все ясно. Еще они не нуждаются. Может, он никакие пряники нас туда не заманул. Одна зашла, исправниковая фамилия. Там, я не знаю, кто ее родный или кто. Он сам говорит. А, муж? Не муж, а отец у нее француз, говорит. А мать русская. И говорит, надо Вам восьмого быть. Когда на Троицу много будет народа здесь приедут. Ну, не знаю. Для нас главное – это национальная библиотека и встреча с русскими людьми. Они спрашивают. Они не знают. А раз не знают, встречаться не надо. Да Бог Господь-то послал мирно. Идите по всему миру проходить. Никто никого не знает. Как это? Я его узнаю, а потом буду с ним разговаривать. Да через говор-то я его и узнаю как раз. Как Вы меня узнаете, если не видите? А я явился во всем оружии. Ты не нужен такой. Пусть о тебе кто-то скажет. Павел говорит, нам не нужны одобрительные письма от кого-либо не было. Потому что вы считаемое письмо. Если я сам по себе тебе не интересен, Никита из Финляндии, а мне какая разница? Человек мне интересен. Который ни перед кем не смоняется. Несет Слово Божие. Моему народу интересен. И поэтому все разрешения мне не касаются. Вот это я понимаю, говорит. Мы на 28-й назначили у них там. Многое я сказал уже. Хватит, наверное. Да пока-то хватит. Подготовить, постирать. И с машиной. Вы там кабинку закрыли? Что с машиной получили? Ну, брат закрывал. Жене получили. Маскер поменял. В обществе отец Кирилл там говорил. Ну вот пришлось в Москве побыть. Ну, для меня, я думал, два дня если там будем. Мы приехали в пятницу. Что я буду делать? Я отхожу и, ну, просто встанаю. И вдруг такой распорядок довольно плотный. Беседа, встречи. Утром, вечером в храме сказать. Все. Родная стихия. О, хорошая проповедь какая-то была на Берсейнике. В храме, да? Да. Вот сейчас остальные еще здесь мы скачаем. Еще четыре. Я на это, на... Я пойду сейчас приведу ураганчику показать. Чтобы он вас увидел. Ураган. Ураган. Ну, понимаете. Хозяин его идет и подарит собаку. Я говорю, зачем ты в подрои-то подходишь? А я знаю там... Ураган. А его румница. А вот кинолог. Вот она медаль. Вот, вот, чемпион России. А коробки освободили? Ну, коробки, да. Один, две, один. Покажи. Винокридж, коробки все освободили. Сергей, коробки освободили все. Да. Да, коробочки все. Вот на него медаль. Чемпион России. Да, это та, которую показывали, да? Ураган, ну, молодец какой. Понюхай. Вот, ну, водичка. Вот, ну, маленькая вот. Вась, Вась, нормально. Так, положите так. Вот так. Так, ураган. Ой, там только хвост. Вот сюда вот. Да, положи. Все, на место. Вот так. Молодец какой. Вот он, замечательный песик. Он никого не укусит. Может, воды ему попить надо. Пить хочешь? Вот, пить. Да, пить надежно где. Сейчас я вам выведу, это Сергей показать, что будет. Так, ну вот, с кем мы едем. С кем мы друзья. Мы совершенно спокойно ложимся спать. Никто ни с какой стороны не подает. Даже заяц не пробежит. Так, враган. Это будет? Нет. Нельзя подавать. Давать нельзя. Положите где-то. Никто не имеет права давать. Ну, вот теперь какие команды. Сидеть. Ну-ка. Теперь не удержаться, да? Перед искушением. Давай маленько пока. Оп. Ну. Лежать. Лежать. Стоять. Рядом. 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 А ну рядом, там такой ковриш. Ну, рядом. Ну-ка, рядом. Вот я, я. Иду назад. Ну-ка, рядом. 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 На молодец какой. Да хорошо рядом. На, сьешь. Так, понюхай. Топ. Еще что-то замодничает. Ну ладно, съедим. Сладенько. Сладенько. Сладенько, да? Может, ему сладкое не даете ничего? Нет, конечно. Ну, вот брать. Кто тебе приходил еще с собакой за все время? У меня дядька есть тоже. Уже плохо слышат. Лет 7, наверное, приходил с собакой. Вашего возраста, 75 лет тоже. Ну. Что? Ну, не, не, не. Лена, хватит, хватит. Нельзя, подожди. Фу! Так не подкармливай. Во! Сидеть. А ну-ка, лак удай. Лак удай. Давай. Вот, молодец. Вот за это я тебе дам. Хорошо, лак удай. Он должен получить награду за что-то. И кормить, конечно, лучше, чтобы хозяина. Хорошо. Лежать. 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 Хорошо, лежать. Хозяин слушает лучше. Все, больше не надо. А он его любит. Он его, это самое, прикармливает все время. Он его вешеный. Так, я его сейчас выведу, и мы подготовимся скупаться. Вот это вот надо заведеть все. Я проведу, когда я знаю, с первого дня. Меня отсюда зашли. Это из Донбасса. Ну, на рак обеду там, после обеда, так, примерно. Да слава богу. Сына, Тихо, чем поговорить. Игнать Тихонич, батюшка. От кого? Батюшка. Подожди, говори. Говори. Алло. Не слышал, Адон. Ну, мы находимся у Сергея, болящего в этом, в Воронеже. Ну, здесь спорт благословит. Утром рано мы едем. Где-то уже после обеда будем в шахтах. Ну, а дальше прямой наводкой с Северной Осетией и Грузией. Вообще. Не будем. Только-только заедем и сразу уходим. Мы много потеряли время. Вчера только получили этот отказ-то. Визита. Там ничего нету. Число не проставлено в этом их документе. И все глупости просто. Там что-то другое, пока не знаем, что. Наверное, проще всех ответил Алеша Устинов. Говорит, они испугались Игнатья. Посмотрели, как одеты. Скажут, это бомж. Решил остаться в Англии. Ну, мы довольны. Мы молились, когда мы молились, только Господи, верни наши паспорта. Ни разу не просили дать нам визу. Сейчас все припоминаем мы. Все у нас благополучно. Ставка, где была, там прекрасно приняли. Здесь тоже. Ну, все отлично. Смотри, что он не был. Смотри. А? Кто подошел? Вот, смотри, куда тут. Да, все пришло. Уже мы загрузились, идем до заграницы. Сейчас отвечаю для Англии. Да мы-то не виноваты. Все тогда с Богом, с Богом. Спаси Христос. Черт, попали бы сюда. Ушла машина, никого нет. Я каждый день его расчет срок. Его нет, наверное, да? Есть сейчас. Я, когда впервые исповедовался и причастился, и вот как бы у нас с тех пор тоже с казачеством это тоже связано, вот тут. Через спорт я пришел в казачество, потому что начал участвовать в соревнованиях среди казаков. И через казачество я отчасти тоже пришел в Бог. Возвращения не было, духовного урожения не было. Начал считать, причащаться, исповедоваться, вот так вот. Вот смотрите, интегра, вот для вашей жизни. Я вам скажу, напишите. Солом 118-й. 165-й стих. 164-й. 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 Спасибо, Христос. В семикратный день прославляю тебя за суды правды твоей. Светите. Там на голову поставь в потолок. На стол нельзя. На стол. На полность. В этом месте они вообще боевают стоять. Не молчу. Поняли. Я вопрос понял. Меня сегодня написали молитесь. Вот они поняли, что я могу делать. Я молиться буду. Не молюсь. Они только написали меня. Я сразу встал на молитву. И сегодня я 7 раз становился на молитву. И 7 раз я возносил Богу руки. В конце поднимал. Услыши, Господь. Это наш народ погибает. Для меня это не Украина. Это мой народ. Мы один народ. Я служу над Володей, с ней рядом. Пащенко. С кем еду? Он. Сав Щенко. Жена Антоненко. Мы с ними. Мы не разные. Мы один народ. Это сатана старается разделить. Америке нужны наши ресурсы, а не мы. Я очень плохо воспринимаю всех этих националистически настроенных бандаруцев. Всех добро бандаруцев, неонацистов. И когда они приезжают, начинают захватывать уже наши здания, то их просто сейчас уже собираются ополчения среди людей. Многие православные тоже идут. Мы не надо этого делать. Это ничего не сделает. Вы не забывайте, в 45-м году, когда, которые там были того обряда, их в патриархию загнали. Это в ответ не идет. А это люди из Донецка? За что угонят? Мы должны в себе найти это. Рай на суды твои, Господи. Седьмикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Я вот за что прославлять должен. Суды его это идут Божьи. И нам нужно... Ну хорошо. Ну хорошо. Православные войны, они могут, они есть, они могут существовать. Не могут. Ну а как, если человек, допустим, затрагивает в армию, а православный? Никак. Я сказал, и все. Улетите врагов ваших. Не может быть. Это обман. Я вам сказал, вы живите по-своему, идите, убивайте, умирайте. Вы спросили, я ответил. Я никогда не спорю. Вы еще не должны спорить. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Я вам возвещаю. Вложи мечтвы в ножи твои. Кто ведет в плен, сам ведет в плен. Кто убивает, сам будет убить. Считайте 13 главу откровения. Вы уже обречены на смерть. Вы не доживете до 50 лет. Если будете так рассуждать. Тихо. Так, прошу. Это уже его хлип. Он говорит, смертью снял клип этот. Это он сам? Это он, наверное, споют. Да. Наски на лицах, дубины в руках. Сердцем я на весь отсутствует страх. Каждый готов идти до конца. Или до победы, или до венца. Лед одурманен темной мечтой. Улучшит жизнь, покончит с братвой. Но за кулисами кто-то стоит. Он этим действом руководит. Крови, крови, жаждет и ждет. В лырд повторился 17-й год. Небесная сотня выстроилась в ряд. Глаза их горят. Отмщение хотят. Думают русских в крови утопить. Дерзают об этом Бога молить. Но Бог их не слышит. Ведь Он говорил, чтобы врага брат, как брат, олюбил. За кулисами кукла воды обещает народу свободы. Что же делать? Скажи мне, мама, Русь святую, верни Тобама. Он сам поет. Идет с лопатой. Держи, он снял. И смеется в штатах. Что же делать? Скажи мне, мама, Русь святую, Русь дитя Тобама. Вот и дедушки готовятся в бой. Другие патриоты, но племенили шпаной. Что ж, братва, так братва, нам не привыкать. Тому, что вряд все готов оболгать. Но так случилось, как повелось, что русские духом, как горли кость, Их нужно поссорить, их нужно стравить. Веру уничтожит, Русь осквернить. Свость искажает лица бойцов, готовых отдать жизнь героев юмцов. По обе стороны такие есть. О, горе, над родами Русь ищет честь. Братва, не в сердце опустит меч. Будет позорная лютая свечь. Здесь, как в семнадцатом, есть две стороны. Но мать их одна, Украины, сыны. За кулисами кукла боты Обещают народу свободы. Что же делать? Скажи мне, мама, Русь святую, скринит Обама. Брата, брата идет с лопатой. Эти твари смеются в штатах. Что же делать? Скажи мне, мама, Русь святую, будит Обама. Двадцать лет промывали людям мозги. Что русские не братья нам, а враги. Когда капукьянки на землю ступнет, тогда будет поздно и каждый поймет. Как запустался, как жестку бил, родину бросал, я-то убил. Его. Его? Он не пойдет. Серьезно. 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 Сатана ловит всех нас на крючок. Встань с нами в строй, получи значок. Уже поклонились копытам и рогам. Место фашистам только в аду. Нет оправдания, ты, брат, приду. Бесовская прелесть растила тебя. За тобой врата ада замкнут навсегда. Завсегда. Ну, вот так вот. Завсегда. Сказано, человеку уже нет, Жавр, да? Уже похоронились. Слова-то хорошие у него. Слова. Он же поэт, он сам пишет и стихи, и музыку. Нет, это знакомое, я же тоже этим занимаюсь. Писал, да. Куда душа его ушла. Ну, дело в том, что оружие так и не взял он в руки-то. Ну, это достоверно уже, точно. Да, и фотографии есть. Он даже, по-моему, где-то в Подряснике там был. Да. Возможно, он не работает. Я Игнат Тихоничу говорил, что это беседа, или беседы, точнее. Произвели на него впечатление. Глубокно. Да, его очень-очень произвели. Он проповедовал брат за братом, чтобы оружие складывались. Понятно. Вам просто ромин, надо было сделать такой. Не делать, они хотя бы кто-то, они бы сделали. Я бы в этом поучаствовал, в этом принял. Но я не могу. На меня деньги перевели... Вы уже находите, сентябрь. Телефон мне кто-то подарили, я знаю, кто. Деньги на меня, батюшка там один перевел. У меня нет ничего. Совершенно ничего нет. Поводок чужой, собака чужая, сапоги чужая, я бы с тобой подарил. Силы-то есть. А? Силы-то есть. Силы. 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 Силы есть. Силы. Духовная сила. Мощь. А мы не о физической силе, а о этом мы никогда о Кирилле будем говорить. И вот ее мы никак, но в Кирилле не смог поставить пепас нам в визовый центр везде. И вот это, что нам отказали где-то, это все от Бога. Отец Кирилл и Сахарова. А, это не митрополит наш? Нет, нет, нет. Это отец Кирилл и Сахарова. Прямо там храма Христа Спасителя. Там много мы снимали, рядом ходили. Те, которые спорят, когда я их говорю, проходит какое-то малое время, а не вот это вот. Вот, пожалуйста. Теперь тональность. Другая, а я для этого и выставил. Тональность-то уже другая. По-моему, а что бы он делал, ничего бы не было. Все делали, как я говорю, не войну, ничего бы. Подыскивается, молочная вся. О, слава Богу. Получилось? Ну да. Сейчас я приближу тут немножко. Так вот. Свет такой. Так, сейчас видишь? Вот, сейчас вижу. О, слава Богу. Ага. Так, вы, Александр Сергеевич, как-то просили, что дорогой встретитесь, и так толком и не сказали. Где именно? В Кропотке, Игорь Китлевич. Так, Виктор Николаевич, запиши. Как это в Кропотке? В какое время мы поедем? На вас как-то надо дать сигнал, чтобы вы там были. А вот я так посчитал, вы в шахт когда выезжаете? Мы завтра утром рано отсюда выезжаем. В шахтах мы уже после обеда должны быть. В обед-то. После обеда в шахтах. А с шахты вы сюда будете идти где-то часа четыре. Ну вот, значит. Дальше у нас остановки никакой нет. Только вы, если встретитесь. Мы встретились. Записали. Вот, шахтах вы идите. Вы мне смс-ку сбросите на телефон? А как? Говорите телефон. Виктор Николаевич записывай. Давайте, говорите. А я вам отправлял же вот недавно про Николая смс вы не получали на ваш телефон. Конечно не получал. Я в пути. Ничего нет. Давайте, подойди, Литя. Покажи, если мы с кем разговаривали. А то он меня от головы услышит. А я по голосу слышу. Вот сюда, сейчас он подойдет. Я по голосу его слышу. Вот, вы видели? Вот, это старший воспитатель у нас. Он как раз главного режиссера. Все записывает. Пожалуйста. А, 906, 43, 12. Александр Борясов. Хорошо. Александр Сергеевич. Ну, если Господь благословит, сегодня думаем тут побыть. Ну, нигде мы так зря не останавливаемся. Везде там встречи с людьми. И тут встреча, она мне, как со многими, заменяет. Тем более, мы неожиданно заранее сообщили. Потому что сами ничего не знаем, как, где будет. Мы теряем уже все, что было. Сейчас Шельгин, надо 5-го входить, а мы уйти. Ну, по крайней мере, мы уже движемся на юг. Игорь Михайлович, а паспорта-то вы свои... Вот только одно. Получили вчера, кое-как вырвали. Слава тебе. Вырвали. Я уже не знаю, что делать. Я вчера только, чтобы паспорта вырвать, я на 9 тысяч подарки сделал. Полностью. Посадили потом 3. Тысячу. Это 2 месяца мне надо 3-4 ждать. Для меня это в радость. Я сделал подарок таким большим начальникам. Верните паспорта. Я уже ни о какой визе ничего не говорю. Потому что без паспорта у меня нет шенгена. Вообще ничего нет. А вернули без виз? Без виз. И нашли причину какую. Ну, причина, конечно, смешная. Будто мы не поставили там дату. И средств, которые у нас есть, недостаточно, чтобы мы там 10 дней жили. А мы все там, ну, дня 4-5. 2 тысячи евро не хватит на 5 дней. Ну, еще смеяться-то. Кто там получает? Какие деньги-то? То есть больше ничего нет. С нами ничего нигде нет. На какую-то отпечатку штабик поставили. Я думаю, что это что-то еще. Это кто-то где-то поет хорошо. Это свобода, голос свободы. Это тоже к ним относится? Да. Которая со свободой. Ну, это да. И вот мне встречается один человек. Я его знаю. Щерников Александр Тихонович. Корреспондент очень хороший. У него статьи для «Слово Божьего нет уст». Там между небом и звездами. Межколосев и звезд. Я даже возле вокзала встретился. И так мне, говорит, радиостанция «Свобода» против вас заказала материал. Я говорю, против меня масонская организация. А как я им помешал? Не знаю. Я говорю, он такой талантливый. Ну, вот удивительное дело. Уже недели три пишу, ничего не пишется. А он у нас был, он знает, хорошее отношение. За деньги решет. Я говорю, эти деньги тебе, Гарбов, встанут, Саша, ты нет. И вдруг он где-то занял, не расплатился, ему счетчик включили. Он бросил на детей и убежал, если не жили, нигде нет. А вы как-то рассказывали. Да. Вот такая штука. Поэтому, ну, на что ты замахнулся? Во, во, во. Про таланты-то вот здесь написано хорошо. Нет, я привез книги Сергею, а у меня нет этой книги, она кончилась. Просто нет. Очень хорошая. Ну, вот это у меня сейчас готово 4 тома к изданию стихов по 800 страницам. Никогда не издать. Я нынче пошел узнать, как, один экземпляр. Я говорю, давайте хоть 100 издания. Один только издание, полторы тысячи каждой книжкой. Ну, да. Это чем меньше тираж, тем дороже. Потому что главное, это матрица. Вот там, а цифрук, где идет. Я вступился. Ну, для богатого такого человека, я говорю, это что значит? Четыре тома, девяти куплетных стихов. Ну, у каждого эпидра. Просто три стихов вообще нигде нету в мировой практике. На каждой строчке вместо писать, откуда взятое. Чтобы прошествовать в течение, это решить родные, мне надо открыть. Ключ. И там двойной и второйной подтекст. Так называется экстраболиция событий во времени. И конкретно слушателю, который считает это. Мне хуй, они называются проповеди стихах. Ну, первый, второй, третий, шепот. 800 страниц. И в каждой, ой, по 160 полных страниц, во весь слизь, без обрезки, цветные фотографии. Вот это молодой провода. Видите, почакай-ка на Сереже здесь. А вы на Берстеневке три дня были, читали, да? Четыре партизи. Приходили люди. Очень. Они как-то сделали, опубликовал этот Евгений Томский Тельбенбурга. Он приезжал в Челябинск на встречу. Совершенно незнакомый человек. Но вот Сергей тут свел его. И он там привез, понакупил всего, еще и доллары цену у меня. Вообще удивительно, какой народ. И он берет вот эти ролики и ставит. Ну, жалобу плохого качества. Я говорю, другого нет, тогда больше не посылайте. Мы без всякого ужатия будем ставить. Ну, нет другого. Чтобы хорошая аппаратура, до миллиона полтора надо. Вот это вот носят они по пятнадцать килограмм-то. Ну, огромная такая. Ну, а что спрашивают у нас в улице? Все, да. Анат, да. Всегда выдвигают. Вот так. У нас сейчас фотографировать будут. А вы теперь на меня посмотрите, я с вас фотографирую. Вот так, смотрите. Все, я вам с фотографирую. Все, доченька, дарим, волшебник. Да, да. Ну, я лежу тут, у меня собака рядом. Я себе привез показать урагана. Ну, прошу купил, конечно. Показал мне, да, мне его. А это он скулит? Это он скулит там. Да он скулит, свистит. Ему бегать надо. Он засиделся, но с вами сутки он лежит. Серёга, да нет. Да и транспорт, есть транспорт. Ну, как у вас старый, брат, ты Серёга угостил? Ну, да. А он как-то. А тебя речь? Чем ты говоришь? Серёга? Про тебя речь, враган. Смотри, он не любит, когда снимает. Он как старый, блядь, такой. Ну, у вас как настроение-то, боевое? Ну, какое боевое? Тихое, мирное. Боевого ещё нету. Нет. Все признают. Интересно, я был в одном городе. Я не веду слова Валинска, я имею в виду такой раз. Ну, город Осильники-то. Ну, и там знакомый священник был когда-то, а теперь он меня узнал. И мы с хозяйкой, с Ниной, идём, Филоновой, и подходим к нему под благословение. Я только к нему наклонился, он вот так благословил. Какой у вас думы-то. Вот так, пальцы-то раскопорил, точно там есть. А я ничего не говорю, я молчу, блядь, а папа врагушки видать. Они дохлые, папа, совсем. Народ не видит, не знает, и стоят, тянут. Чего тянут? Ну, они понимают ничего. Дать ему живое, свежее слово, чтобы душа дрогнула, полюбила всё, что есть вокруг. Ну, просто умерщает, да. Крюковое пение, да? Да, крюковое, роковое пение. А вы с Грецией, а потом пойдёте по всей Европе? Да, мы сейчас идём через Турцию, по низу. Мы давали нам все эти пункты где. И в Грецию, в Грецию кофейном опускаться. Это самый конец туда. А оттуда же в Италию. У меня желание попасть к папскому дворцу, там через кого-то, через прислугу Венедикту, или Франциску подарить книги. Это уж как Бог даст. Ну, а оттуда даже в Монако, вот это главный горный дом мира. Сейчас вот мы послали послание в Англию, чтобы отмечать не могли на автобусе приехать во Францию, и там встретимся. Они нас не пожелали там иметь. Причин никаких нет. Вот приезжают люди там, надо, чтобы не первый раз, у нас не первый раз. Даш, у нас приглашение выступить на конференции от пастора. Люди-то это просто так. Понятно, что это в нашу пользу. А раз вызывают они на короткое время, люди там месяц, полгода, вас взяли 10 дней, на самом деле мы там не будем 10 дней. Все документы, все представлено. И они ищут. Зачем это надо, я не знаю. Какого сейчас, брат? Он позвонил, ты узнал, телефон этого пастора там есть, я его не видел. Но мы это приняли от Бога. Мы молились. Я так наклонно лежу. Я не люблю, когда люди разговаривают и лежат. Но мне приятно с Сергеем полежать рядом. Я видел, как вы на этого Виктора реагировали, который лежал там, разговаривал. Я чувствовал, что... Да, да, да. Я просто не люблю, когда едят. Вот это отношение такое. Это огненное слово, пророческое. Оно должно восприниматься сокрушением духа. С сокрушением всего, что было. Это строится новое здание. А он сидит, чамка-чамкает и... Я не хочу, не понимаю. Да что ты понимаешь-то ты? Утрогу-то сожми ее. У тебя мысли другие потекут. Сережа, а ты о Николае-то сказал, Владимир Тихоновичу? Да я знал о нем в первый день. А вы знали уже? Я из Дометска сообщил. И сразу сообщил. Мне с разных концов лавиной пошли сообщения о нем. И там есть не все состыковки. Придет время с другой стороны. Где он был? Как участвовал? Это говорят только те друзья, которые рядом здесь. Одностороннее освещение не всегда соответствует действительности. А вот обо мне в книгах я говорю, кто друзья говорили, прессы, что самые лютые враги мои. Я все поместил, что обо мне они говорили. Поместил. Я уважаю своих считателей. Они должны знать, что есть такое мнение. Да. Да. Я, конечно, не думал, что у нас будет такая ставка, куда мы сошнем книги. Как в прошлом году в шахтах Ростовской области. Сильно хорошо было. Они отдали гараж большой, сухой. Сами люди. Он приветливый. Ну, там все есть. Ну, бывает один раз, но не все время. А нынче приехали к совершенно незнакомым людям. И один к нам расположенный человек, его фамилия Булкин, ну, я называю этот хороший у нас, Дмитрий, он в Калининграде. В прошлом году перед самым отъездом у меня нет денег отъезжать. Не хватает там столько-то, ну, допустим, 150 тысяч. 50 как-то на скреп, а 100 нет. И вдруг он ночью уже, у меня два осталось, заходят, а вы их деньги примете. А кто ты такой? Я говорю, я принимаю только тех, которые 100 процентов. Не 99,9, а 100. Верят, что я не потрачу, не проем, не пропью, не проблужу, не проезжу. Да я дойду. Ну, 100 тысяч перемел сразу. А я иду и думаю, 100 тысяч это объемно. Как укрепить там? Хорошо бы, если по 5 тысяч, по 5 тысяч. Ну, впереди выдают кому 7 тысяч. Она на меня взглянула и гляжу, давай 5 тысяч. Сколько надо ровно выставить. И какими я хочу купюрами, такими Богу дать. Еще я должен все до случайности скинуть. Да слишком много случайностей. Слишком много. Ну, еще один тоже узнал, что я писал о нем. Вообще не знаю его даже. Он несло мне варят 10 тысяч кинул и все. И где-то живет один. Не знаю, где такого, Москву или где. Это у Бога. Я для Бога, Бог для меня. И я уже переуезжаю. Он говорит, у вас хоть карта какая-то есть, но... Сразу мне сообщает, если какая-то там авария, или нужны были деньги. Маленько, пойдет, прям на дом еще один приходит ко мне. Так вы уезжаете, чтобы вы знали, что мой телефон у вас есть. В случае чего сразу звоните. Понимаете, я ни разу не обращался к таким. Я не прошу, но приятно. Приятно, что у меня за спиной тыл, если даже что-то случится. Со мной, это я разговариваю такое, а когда я еду там... Понимаете, я везде зажимаю. Как зажимают? Они свободны. Но опять я на меня, и они подражают. Лишнего не съесть. Ну что такое? Они купили там рыбу-то, а я не ем. Потому что у меня денег нет. Я живу с одним, он сливки покупает. Брат. А я не возьму, у меня денег нет. Так как это можно? Для меня это как раз. Что ты меня судишь? Я их не беру, я не беру. У меня приятно, у меня все есть. Приехал гость. А тут Татьяна Ильинична заботится, что приготовит. Ну, он спрашивает, что. Вот уж гость, мученик. Ну, не мясное, не годочное. Девен Господь. И вы меня подвели. Вот. Бог так все это устрояет. Вас я никогда не знал, как он на меня вышел. Приехали, у вас дома нет. Это вы с соседями познакомились, так? Да. Фотографии я же смотрел. Да. И как соседи теперь там? Ну, знаете, вот как бы сказать. Поначалу, когда я с ними общался, ну, пытался как-то вот. Да. Ну, собрать, поговорить, ну, все. Никак, да? Ну, они приняли нас хорошо, дали воды. Сфотографировали, составили вам книги. Я их наградил книгами. Там, ну, я все могу больше сказать. Да я дарю не деньги, я дарю самого себя. Это мой интеллект. Я 55-го собирал. Я остаюсь с вами. А-а-а, вот. Смотрите. Вон там он стоят, видите? Наверху. Вот. Вот. Ваш телефон. Мой телефон. Я не могу брать деньги высчитывать. Пусть звонит. Я не могу отвечать, потому что наобъезд меня деньги высчитывать. А у меня нет. Я подключен, подключен. Я не могу? Как называется. Обойдется. Моя планета. С первой минуты я плачу. Сейчас сюда откроют, я попробую. Если что, я не ваша заставка. Это не делаем только. А у нас уходит НТС и... И на то же летят. Ну, иначе... Вам звонят? Лежать. Нет, передай. Я встану, он кто захочет. А возвращаться будете через Белоруссию? Возвращаться будем мы, видимо... Можно даже через Белоруссию. Из Литвы выходить будем. Но из Литвы... Когда из Сен-Ляне. Если все благополучно будет. Но тогда мы можем пойти, попутно, зайти еще раз в Латвию. И через Эстонию выйти, если еще какие-то останутся, в Санкт-Петербург. Но если через... Вы хотите в Калининград зайти? Не знаю еще как. Хотелось бы, но он сказал, что не нужно. Он сам ездит по телевку. И он поехал и сказал, неизвестно кто звонит. Поэтому еще бы отвечал, неизвестно кто. Он хочет приехать, потеряю из Калининграда. Из Калининграда он приехал в Калугу. Ну, Калуга там сельская местность. И они там 12-метровый морской контейнер. И так приготовили, что когда я думал, что вообще невозможно, как у нас было, так это нисколько даже не хуже. Настолько там хорошо. Совершенно много людей знать. Больше свободного места стало. И даже много осталось. Надо разложить. Потом отдельные коробки подопладем. И там продукты, они крючки сделали. Ну, ты чего получишься. Ну, вот. Ураган. Просто не даем. Фу. Вот. И хорошо очень. И вышли провожать. Жены дома не было. Жена просила помолиться. Мы тебя вырос, их видим. Мужики, видно, что... Николай тогда сидеть не переделал под свою спину. Передел. Ну, понимаете, расположение их не сокрыто. Оно прямо... На каждом шагу подходят, еще помочь. Только начинаем. Воды надо. Они тут банки далеко, дом уже принесли. На коробке начали коробок ехать. Я вижу мужик уже куда-то уехал. Везет уже коробки. Идет, 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 паковать пиди куда. Поэтому, все скажешь. Это у Бога все. Чудные дела Господни. Ну, не балуйся. Да ты, ты что? А! Ураган. Ураган. Езжай. Он сейчас это может мышку сбить. Да. Тише. Какая баловная такая, а. Подержи, Балей. Подождите. Сереж, давно у тебя столько много гостей не было, да? Приехал, Николай-то Курщина уехал что-то с машиной где-то. Да они масло меняют там. Ну да. Еще не все много, половина, как говорится, по делам. Ага. Так что, Битя, запишите, где вы будете ставить. У нас Белая Газель. Номер какой? Газель, Белая. Номер, запишите. Т. Нет. Т. Тамара. Да, да. 783. Ага. Т. Р. Т. Р. Тамара, Рима. Ага. Регион 22, Алтайский край. 22. А я знаю, что там топит нынче Алтайский край. Да, да. Мы как раз уехали и пошли сообщения, что поток там. Сейчас вода спадать начала. Сегодня вот в интернете смотрел, говорит, могилу этого Золотухи наш заторопило. Он где-то там храм себе построил в деревне. В быстром истоке, я знаю. Ну да, да. Отец его разрушал, а он построил, на деньги собирал там. А Золотухи не вообще. У меня есть ролик где-то. А я смотрел. Он ко мне приезжал, у нас был просто где-то. И я его из-за артиста ни за какого не считаю. Он, знаете, так это только что. И вот он что-то начал говорить, и так захохотал, прямо с присядкой силой, а говорим, а у нас храм, я говорю, что это такое с ним. Ну вот это отец он, так, так, так. Да вот построил храм, я говорю, нужно смотреть, что в храме души нашей, а не это. Ну как же, храм построил. Никакого отношения не было для Бога. Если ты блузик, живешь, и неизвестно от кого, и, да. Храм строить надо в себе начинать. Хоронят, но на три жены рядом сидят. А мы вот это, Ант, или как ее, Ирине, это он все подписал. А жене на законы ничего нет. Ну это его, конечно, все это дело там. Ну не фактурный артист, так сказать. Я понимаю, вот был этот Дедрюшка Александр. Тихонов. А? Тихонов. Ну а Тихонов вообще. А вообще. Или вот этот Лавров. Боже милости, можно сказать. Понтия Пилата-то последняя роль. Последняя роль-то Понтия Пилата играла. Да. Вот этот, Ульянов. Ульянов, он играл, бери предпозитора. Показывал, как это вообще. А это какой? Я не знаю, почему он. Он как будто выиграет на запах. По-своему выражаясь. И он у меня был там с фотографией братьевской. А вы сегодня выезжаете, да? Завтра. Завтра утром выезжаете? Завтра мы должны выйти очень рано. Ну рано для нас как раз. Вот на Восток-то ездим, у нас отбой всегда в 10. А подъемом 2. Каждый день в 2 часа уже очень тронулись. У нас 13 дней в пути по 1030 км в день было. Мы должны каждый день были не менее 5 мест посетить городов и сел. Вы когда поедете по М-Дон-4, вот пойдете по этой трассе, вы на Тихорец город будет. Должны уйти влево на трассу Ростов-Баку. А то если пройдет, проскочите прямо, пойдете в круг, да не течеется. Тогда приплесит. Ну это на Владикавказ же идет, да? Как раз. Ростов-Баку, да, трасс? Да. Нам туда же на этот верхний Ларс нужно выйти. Этот, таможня. Да, но это, ну вы в Владикавказ не зайдете, вы маленько правее сюда уйдете и пойдете. Там 2 пропускных пункта, но лучше через весь Ларс наезжать. Потому что он сейчас работает круглые сутки это раз, а тот только работает до 12. И что удобно, здесь быстрее обрабатывают. И там вот та дорога старая, она похуже, там, если через Карачаво-Черкесию ехать, там получается, оно как бы срезает, но там сама дорога проблематична. И проблематично само проход через границу, там очень большая. Там местные едут сельские вот эти, а лучше вот через Ларс. То есть Тихорец проезжаем и влево, да? Да, и так, там указатель будет, вы подъедете, и так левее, левее пойдете. Прямо пойдет на Краснодар, а вы левее уйдете по трассе Ростов-Баку. Хорошо, понятно. Так, вы на каком месте, где будете, там, когда будем ехать-то, что? Мы же... Ну, мне так рапутки на 2 часа ехать. Вы выйдите, я поеду. Шахт мы бросим смс, например. Вы как будете на машине, как узнать, что вы именно встречаете? Или сайте у дороги будете просто... Я вас найду. Нет, нас не найдете. У нас... Мы идем в среднее 100 километров, и мы просто помелькнем. Нет, вы... Ориентируйтесь и так. Как Кропоткина пройдете, за Кропоткиным я буду сразу стоять. Буду стоять на серой машине. Машина какая у вас? Буду на ДУНХСС номер 900... С799ЕН. Я запишу сейчас. Сейчас. А, тут, наверное, уже заморгон. Ну, до конца, что она тут погаснет. Игнар Тихонович. Так, машина еще раз скажите. ДУНХС. Так, как ее ДУН? Да просто ДУН напиши, брат. ДУН, да. А, С799ЕН. 799ЕН. ЕН. ЕН. Понятно. Игнар Тихонович, подскажите, чем вам в дорогу еще что нужно? Ничего нам не нужно. Мы полностью обеспечены. Только что помнили молитву, чтобы было так, как угодно нашему Господу. Да. Мы просили всех помочь везде, чтобы вернул Господь наши паспорта. Прямо так нам в литве говорили. Я визу не просил ни разу. Ни разу. Как тебе угодно, Господи. И когда они отказали, а мы в паспорта-то пролистали, нигде ничего нету у троих. А рядом-то стоит, который нам помогал, он переводчиком. Он прочитал, там ничего нет, причина-то какая-то, число не проставлено-то. Смешно даже, число на документе. Ну, ясное дело, что не в этом дело-то. С Англией вообще проблемы. Они даже вот берут паспорта, у людей уже билеты на самолет, все, самолет улетает. А они неделя пройдет, а они потом эту комбинацию... Мы посмотрели, вот мы сидим, а такие ящики, ну, допустим, полметра на полметра, и высоты полметра, кубические. И они завозят на тележке. Пройдет в час-полчаса еще столько завозят, рассмотрение визы. Вот мы были в Новосибирске, и там написано, представительство Дании, Швеции, Швейцарии, там, перечисляют на Австралии, где... И зашли в зале два человека. Я говорю, а где же Великобритания? С торца. С торца зайти невозможно. Прихожка, шлюзы забиты, на колесе и на улице народ стоит. Людям хочется попасть в этот туманный армион. А там ничего нету. Ничего, остальное государство. Ну, разговор везде идет, сейчас в Шенген очень легко попасть. А эти 104 вопроса надо было ответить по-английски. Где отец работал, где... Я был ли в военных структурах, был ли милиционер. Ну, что, вы знаете, кто идет. Участвовали в террористических организациях, были ли какие-то... То есть, когда к ним туда приехал, на водителей с вами мосты, да? Если участвовал, то... Я все ответил. А вы-то начитывали архипелаг Булаг? Вот они... Ну, я-то не знаю, как. Ну, там-то они как раз и тогда его не против были. Архипелаг Булаг и Глаза Свердли, это власть... Говорят, империя лжи и зла. Ну, я не знаю, что у них там было. Я думаю, вы ничего не знали. И печать хлопнули просто так. Это от Бога. Мы молились, слишком много молились. Молились и днем и ночью, и молились об этом мусульмане, православные, сектанты, бортисты, священники, архиереи. Все молились об одном, чтобы Бог вернул паспорта. И была его воля. И это воля Божия. Отказ на нас смотрит, ну, отказ. И когда мы оттуда вышли, я позвонил в консульство, в посольство Великобритании. А я уже там был. Так как? Отказали? То есть никто не думал, хочу отказывать, когда мы по всем признакам должны первое получить. Но отказали. Почему? Воле Божия. Мы не должны там быть. Из-за этого что-то скрыто. А что именно я не знаю. Мы не мучили. Ох. На сады еще попадаем. Сейчас. И уже мы слил с Димиром. Вот. Вот. У него усы, полусы, полусы, белые, то будто вырел мороженое. Как полна. Как наста белый, другая черная. Да. И борода. И вот так вот ровно полосой. Его в Каванне отвезли. Особенно в Украине была рада. Там эти вот, которые называют Бандарусы. Его убить готовили, что ли там. Он Москаль. Я говорю, Москаль. И он от патриархии. А там филаретовцы его гномили. И вот этот на Леонов на меня вышел. Это первый вопрос был про что-то такое и филарета. Филарет рожавый, простой монах. Ну и пусть бы был. А филаретовцы, как называют, кто к нему прислалил. Вот я не могу ничего сказать. Но из-за того человека не могут уже все погибать. Я мягко так веду. Но он-то, что ему стоило поставить? Охота порубить. У власти будет. Его обличали там женщины, которые там дети у него, будущим митрополитом. Да Бог его знает. Но это в журнале Огонек Александр Нежин все описывал. Меня это совершенно не касается. А одно знает ли он Бога. Но к нему присчастись я бы не пошел. Это точно. Почему? Внутренний голос говорит. Не то. Не то. Если бы никого не было, а я один где-то за границей, я у Католика присчастился, но не у него. Может быть, не хватило заряжаться. Выставляю ролики. Вот за три дня уже до трехсот просмотров. То есть есть ролики, которые уже около трехсот. Ты смотришь, брат, ролики? Да, 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 смотришь. Да, все время. Раньше, знаете, я страничку не пропускаю. Посмотрю там, что. А то по ошибке там ошибки бывают. Каждый день слежу. А то тебя посмотрю. Люди ждут. Я же выставляю. Я же тоже слежу за этим. И люди прям ждут. Я прям только выставляю. В течение 10-15 минут уже прям раз человек в 40 набежало. У нас вот эти беседы вчера за столом были. Вчера, в воскресенье. Проквадь в храме я две вчера говорил. Пока этого еще ничего нет. А я прочитал в интернете, что на Берсеневке вы три дня были. На три дня четыре. Мы пятницу пришли. Суббота, воскресенье и понедельник четыре дня. Проквадь в храме готова. Я прям сейчас ее выставлю. Нажму опубликовать. И она будет сейчас в интернете. Проквадь там что-то работает. Посмотреть. Встреча была очень интересная. Они вытащили столы, вынесли столы, сиденья. И там много людей было. И отец Кирилл стал говорить речь не как-то о нашей деятельности. А я со стороны. Вот, видишь, облекли меня в этот стихарь. В стихарь. В черном. Благослови, надеть святой стихарь. Вот это я в храме. На всех роликах, вот такая газелька будет. Значок такой на всех видео. А вы камеру взяли с собой же, да? Две. И два фотоаппарата. Они еще мы вооружены в два раза лучше, чем в прошлом году. Слава Богу. Ну, формально больше. Ну, вот так как жалоба идет на качество, слабое, я думаю, что посылать больше не будем. Дождемся, когда вернемся и дадим. Хотя у нас спрашивали, сколько основного будет. Но регулярно мы могли бы, ну, если здесь, конечно, так, как-то на кого-то скинуть. Это регулярно вставки, где мы будем возвращаться каждую неделю. Но у них ничего нет, вообще ничего нет. Это только через какую-то призму флешку вставлять. А на флеш-карту будете сбрасывать и все? Не знаю. Нет, нет. Свиняя, кстати, можно. Надо было вот такую большую флешку взять. У нас с собой все есть. Большая. У нас с собой компе, это, ноутбук. А, ну, это хорошо. Он накупил отодержание, сколько этих, кто? Клэш-карты. Клэш-карты там, кучу, но накупили. То есть у нас все есть. У нас нет времени. Дороги не сделаешь, даже часы не зарядишь. Мы не вовремя спать ложимся, не говоря встать. Мы когда приезжаем, у нас боятся даже обнимать, говорят, рассыпитесь в руках у нас. А вы едете, вы, Виктор, Николай. Все, и ураган. Вы троем едете, да? И ураган. Виктор, Николай, Игнать и ураган. Ураган, вот он мог, Игнать Тихонович, лежит. Он у меня лежит, я поднял ее. А я хотя бы слышал, он посвистывает там. Вот, ну сейчас он взрывает, смотрит. Он у меня выводит на прогулку. А Виктору песни не нравится сегодня, когда он поет, а все вот песни слушают. Песни Христовны. А все, которые поют всегда вот. Мы там на Берсеневке пели, там посмотрите, я скину все это. Сергей, выставлять, на Берсеневке пели там. Я же вот так-то пообщаться не с кем, я вот в воскресенье прихожу и сразу смотрю, Игнать Тихонович, как раз со службы я прихожу, вы уже ролик выставили. Ну, Сергей старается. Виктор, я не ожидал, что так он будет выставлять. Нет, он выставил. Вот там глава, стиха двоиточек, все, как правило. Просто благочестивый. Вот, ну, пришлось им два дня, четыре проповеди сказать. Четыре. Я, видите как, у меня все время здесь встреча с людьми, я другого-то ни о чем не думаю. Я уже заслевал, я уже думаю, какой народ примерно узнал, какие люди, в чем они нуждаются, как коснуться их. И когда я прихожу, они говорят, он внезапно меня уже уходит в храм, и вдруг выходит. У меня в одном храме было так. Я говорил проповеди, коснулся еврейского вопроса. Ну, а договорились с одним священником, он на завтра обязательно мне проповедь. Я говорю, я приготовил проповедь, но народу мало, я не хочу ее истратить здесь. Она большая. Там у него крест состоит, я всегда хожу там, поклонюсь ей. Ну, я сказал, и даже вечером и не подумал ничего. Я сказал-то положительно. О богоизбранности народа. Они, видимо, патриоты и юдафобы. Ну, а я говорю, я не скрываю ни от кого, я люблю этот народ. Я о нем молюсь. Я получаю новое благословение. Я благословляю, чтобы он обратился, познал Христа. А людям это не нравится. Патриот это что, бери жидов, спасай Россию. Вот это самые безумные слова. И вот они, вижу, я там готовлюсь, саду уже служба началась. Одна служительница подходит, батюшка сказал вам, чтобы в храме про евреев не говорили. Я на нее, ты с кем разговариваешься? Ты глянь на меня, говори. Вот ко мне, подвесить мне один архиерей, к ЭГВ не могу залезть, а ты лезешь туда. Я к пропаге готовлюсь. Но батюшка сказала, сама заулыбалась, довольная. Я вижу, что она сказать-то сказала, посланница. Но она довольна тем, что я сказал. Я ни одному человеку, я говорю, никогда не уступаю. Иначе Бог от меня отменит, отнимет весь талант, который он дал мне. Талант, который я ни на кого, ни на что не променяю. Я говорю то, что я выпросил у Бога. Бог мне повелевает. А вы так уверены. Не надо быть уверены. Я каждое слово подтверждаю писанием. Это Бог. Я не слышу ни голоса, ничего. Но мысль положена. И вижу, священник такой недовольный. Я уже понял. Такое дело, я уже не только на пропаге, даже за обед не сяду. Думаю, в машине сухарей позже уеду и все. Не тут-то было. Служба не кончилась. От него подбегает служка. Она дядя Васильевсихарь. Батюшка сказал пропаге. Ну все, батюшка знает. И теперь я говорю то, что у меня есть. Мне не надо говорить о чем. Я вижу обстановку и по ней говорю. Ну или какие пропаги. И касается непосредственно положения, которое в этом народе. Я не кончал ни одного класса семинария. У меня нет никакого образования. Я просто люблю моего Господа. Это главный лозунг. Я люблю моего Иисуса. Я вот так люблю. И хочу быть угодным Ему. Вот из этого исходить. Зачем я Николаеву говорил. Ты идешь, туда тебя убьют. Вот сейчас слушали мы. Его убили. Я ему прямо сказал. Ты погибнешь. Я же не пророк. А слова-то эти вылетели. Это Бог делает. А то позиции, которую я занимаю, если Бога я занимал. Я думаю, ну сейчас живой был. Это Башкина-то еще наговорит. Башкова. И поглон передаем. Брат, тут вот это еще... Хочет позвонить там женщина одна. Может будем загругляться? Давайте, давайте. Так, Кропоткин говоришь, да? Да. Ну так это все записывает. И за выходом, за городом там... А вы еще посмотрите, как нам лучше, какие пункты и прочее. Напишите на бумажке. Ага. Все. До свидания. С Богом. Оставайтесь с Богом. Услышимся. Да. Геннадий, сейчас... Это, Мирославу, может, позвоним еще? Нет, давай, Жорнирова. Мирославу уже не надо. Да, совсем нет. Она сказала все. Я туда не обрусь, не надо. У меня сейчас даже самое... А мало еще нету. Мало, если есть подозрение, что человек не очень, как бы, может, на него нет. Нет, уже не надо. Мне просто неинтересно. Некоторые православные, вначале, там, почему рыжие, все надо, там, люди... Да зачем мне нужны-то, я... У меня в этот же день назначена встреча с католиками, с протестантами. Те, которые жаждают. Я нигде не ломлюсь, никогда. Зачем? Он брал этот путь. Ну, а можно обратиться? Ну, обратиться, слава богу. Ну, пока этого нет. Вот эти люди, Жорнирова... Нина, они там, ну, видишь, как они встречаются? Так она каждый день, она и... Она любовь слышит. У нее любовь такая, что им не знают. Да. Да. И для меня интересно... Да, у нас тачат или, эти, стрижи, или так? Стрижи. Стрижи. Могу или в Европе их выложат? Могу, это... Ну, кто, ну, кого-то. А она про вся сияет. Это любовь. Любовь. И для нее нет преграды никакой. И разговоры, там, поношения. Могу, сколько? Да, я скрываю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Это уже в пути, там, в машина сцена. Уже один с троликом. А с Женей, где встречались, тоже попало? Да. Женя там что-то снимал. Ну, я выслежу. Все, в Ютубе можно у тебя? Канал называется «Во освете Библии» или просто набери Игнатия Лапкина, он один... В Ютубе Игнатия Лапкина открытым окном, лучше всего. Она сразу откроет. В Ютубе просто Игнатия Лапкина, и все, и она открывает. А можно же не называть Игнатия Лапкина, просто Ютуб открытым окном, она сразу выбросит. Это название такое библейское. По пилючему поведливость, что есть... Сон. Сон? У меня стихотворение несколько написано. Что такое есть сон? Именно таяние его, а сна, стихотворение, они... Очень глубокий смысл. Надо просто найти и посчитать. Это вторая жизнь. И иногда более интересно, чем настоящее. И об этом все Рахов пишут. Когда человек бежит с поля брани, и вдруг просыпается, и не может надеяться, что ничего этого не будет. Это вторая жизнь. Сны есть от Бога, есть от дьявола, и отличие едение на ночь. Когда ночью на животе слон стоит, и хоботом бьет по носу. Как определить сны от Бога и от дьявола? От Бога только один признак. Если ты видел крест. Вот я видел крест, крест распятия где-то. Это от Бога. Ян Корсен так объясняет. Почему? Сатана все может креста показать, а крест не может. У него материала нет. Он из любви составил. Если крест явлен был, распятие в руке у тебя или что-то как-то. Не толкует сон даже. А тогда найди духовного мужа, жену, извесни, вымоли Бога понять. Вот ему на днях приснился сон. Не на днях, это было позже. Это вот как бегущая строка по телевизору. Телевизору, темный экран, белый фон и там на иврите. Именно на иврите. Надписи, я же иврит не знаю. А здесь у меня идет информация, как бы, как вот я смотрю телевизор, да, и мне мысли. Храм спас и мы крови. Все, как правило, предупреждают. Захожу в интернет, смотрел этот питерский храм, Игорская икона Железной Матери. Ничего нет. Позвонил своему другу детства, он в Туле, в монастыре уже 12 лет, и монахом. Я видел крест. Крест видел. Огромный крест, он лежит метров, может, 150, длина его железная. Он лежит, но сам по себе это он толстый, как ферма моста. Я на нем увеличился, у меня уже было камнем, и я вижу, какой яблый башки, зеленая такая, колоруба, что у меня сижу, ноги слесил. И вдруг он опускается там, где у нас потеряющие рядом, и он опускается вниз, а там солонцы, почва как бы рыхлая. И он в нее аж завороздил, вот так вот, и я с нее соскочил с креста. И спрашиваю во сне, а что это? Это страдание России. Страдание России, это ужас, он уже сейчас потеет, то поздно будет. Страдание России. Я говорю, а почему я? Ты первый пойдешь, счастливый первый. Дальше я иду в Аколов, внизу, болото маленькое, и там корпус идет. Кто выше вымоет, бутылки. Я начинаю мыть ее, и вижу, что у меня самое чистое. В это время сзади меня бьет один бутылка, она ломается и бьет меня в спину, и в позвоночник втыкается с грязи. Я понял, я заражен, у меня язык отнимается. Я прохожу вперед, иду я, большая сеть на полу, ячейки, я между ячейками становлюсь, и кажется, брат идет рядом. Я от этого удара, я изнемогаю, пытаюсь на него опереться, у него плечо вниз идет. И только к Аколову подходим здесь, деревья где, и вижу, там заседание идет, ну как вот бывает, суд какой-то идет. И сидят, я сказать не могу ничего, вижу красным помощом стол покрытый, и священник сидит, Борис Пиловаров, нашего друга Александра Пиловаров, брат родного инквизитора настоящего. И я показываю, вот так, руки сложу, мне причаститься бы надо, а он вот так через стол наклонился на нем, вот тебе они причастливы, и дальше будет суд, и у меня все так и будет. Я первый арестован, и дальше у меня начинается исследование психиатрии, вот прямо это, брать пункт сына, этого ничего не было, я знал, что это все будет. И дальше на меня будет церковный суд собираться, и эту роль будет играть в какой человек, все так и было. Это сон, который придет, приждал, но так как я это уже знал, готовился, я совершенно спокойно встретил, благодарил Бога, вот и все. У меня были такие сны, это немножко редко. В прошлом году я видел сон на святым посту, наверное, или пятая, или шестая неделя, сейчас не вспомню, наверное, пятая. Я вот Сергею рассказывал, удерживаю свои крестные, прият здесь у нас в Воронеже, ну и посещает Амхрат. Пособоровался, и вот в ночь соборования, на следующий день я готовлюсь к причастию, вот в ночь снится сон. Как бы я его вижу, как вот спортивные мячи, вот спорт инвентарь, в большой сетке, и вот как будто в этой сетке, а это вот Земля, планета, это планета. И вот мы в этой сетке, в каком-то темном канале, в темном вообще темноте, и вот я там понимаю, что я мельчайший, мельчайший там вот где-то внутри, и потом раскрывается река, голубое небо, лодка, сидит старец вот вашего образа с бородой. Но вот так вот, шляпа, то есть я глаз не вижу, вижу бород, белая рубаха, не знаю. Руд там. Так. Он опять захватил. Куда? Он лег. Он даже не знает, что там будет широко раскиданно. Вот. Именно вот как вот эти вот, как вот бурк вот так из воды, и все. Зелень, это вот, я помню. А почему вы обращаете внимание на эти сны? Зачем? А вот он запомнился мне, я на другие не обращаю. Смотрите, молитву, я вас отрелся. Здесь сон предупреждающий о грозной опасности. Меня 26 лет только психиатрию мучил. Со мной чего только не делали, я весь из головы, у меня руки вывершены. Какими у меня психотерапевтами средствами накачивали. И они ничего не могли сделать. Вот сейчас я разговариваю с этими людьми, которые сидели. Глеб Викольев, Зоя Прохвальникова, православные исповедники где-то. Всех вербовали, меня не вербовали. Почему? Я разговариваю с Сашей Огородником, в общем. Сибирь же известные люди были. Меня никогда не вербовали. Настолько. Я понимаю это так, что им это понятно, что они абсолютно бесполезны. Разговаривать нельзя, кроме позора, еще им это не будет. Был один раз, я был в КГБ, я допрашиваю. Ну, вы говорите, я же, наверное, пускай это будет. Сейчас мне будет. Не надо. Я говорю, что вы хотите, чтобы я молчал? Да сейчас, я прямо здесь у вас в КГБ выхожу на большом крюсе, сейчас будут кричать все, что я говорю. Да ладно, это вот так вот сказать. Его шемит тогда, ну, и вы, с кого спрашиваете. Ну, я вам давайте, да? Да. Подождите, а чего ради вы его кормите-то? А надо же. Ну, потом, я возьму жарку. Чего, не холодный? Вы завистили. А кто, не холодный? Газетку завистили. Но они потом поедят. Я потом дам ему чашку, там, чтобы доесть, это для вкуса. А как же он уже приностранен? Еще не будет ему, ему нужно, нет, он блестит весь. Мень какой-нибудь. Он не должен быть жареным. Не надо. Порошин, денежный. Ну-ка. Он у вас стрелся тут. Ну-ка, ты что? Мне снятся каждый день такие сны, целые сказки. И ад снится, и демоны снятся, и там, я не знаю, что тут мне снится. Я каждую ночь снятся, и я просыпаюсь все, и на эти сны даже не смотрю. Параган, ну иди сюда. Уди, иди сюда. Шле, чуть-чуть. Сел. Подождите, я сейчас уберу дрова. Рубы не тортят. Соседа представить не может, что это можно фильмы снимать. Вообще не обращают на святые, не советуют верить нам. Так, надо нужно, кто может, может. Скажите, что вы окрошку едите? Хорошо, смотри. Окрошку. Да едят будут. Будут, к вас попить. Так, мне вот этот друг-то, я его не могу вывезти. Ну, ребята сейчас уже... Приехать они, приехали, нет? Мне его надо вывезти, я заблокировал из себя их. Приехали, нет? Сейчас, ну, ладно, позвоним, пожалуйста, спросить. Валерий. Валерий, там, как мне опустили на это место. Вот тот, кто не зарядился. Да возьми, он мой телевизор. Он уже, все, выклинили его. Он смотрит только на руки на ваши. Он такого не ел, дорогой, никогда. Прикольно. Видишь, все. И не пей, а пей. Ну что, раз, встань. Ну, хорошо. Ну, ничего не затрону. Давай. Давай. Не затопи. Давай. Нельзя, нельзя, давай. Нельзя. Это, это, это... Ну, бумажку зарядите. Я понял, если чужой. Леш, ну, мы вас уже потеряли. Вы там как? А, там еще какие-то проблемы вылезли? Я понял. Вы там все доделываете, да? Ну, понятно. Так, они... Второй яшки. Хорошо, я с вами. Ладно. Для библиотеки. Говорит, хорошо, что туда приехали. Там какие-то проблемы в машине обнаружились. Поэтому они еще там, скоро будут выезжать. Давайте тогда стол я сейчас пододвину. Давай. Я вам привязал, опять, покушаю. Ну, да. Да. Никак не могу приспособиться. Легко тебя подвину к себе. У меня, видишь, это как бы непонятная была. Я бы легче не могла. Ну, так, по-другому. Вот, Господь позволил встретиться. Познакомились. Я даже с Сергеем потом познакомились и говорю, а что ты этого у тебя, платок-то на голове? А он, я не знал, что с ним, но он когда рассказал, я все знаю сейчас, что мы с ним дрожим. И его за это начинаешь шпынять. С кем-то связался, там, у нас по-другому, а он никак не разъявится. Так, вторую банку березки привезти сюда. Не надо, хватит ему одной. Не надо. Побейте с собой в дорогу. Да, подождите. Мы договорились, что с ним я же не вам принес, а ему. Татьяна Леонидович. Да, вот ему много. А он будет стоять долго, что ли? Он сказал, что это не мекар-класс. Это лучшее средство для площадь, природное. Да не мекар-класс, настоящий класс. Нет, а он стоять долго. Настоящий, ношу в башню, там мекар-класса добавлю. Он закрасил все на стоятие. Если сильно тихно будет, малечко, чуть-чуть-чуть-чуть соды. Прям чуть-чуть. Принеси, конечно, сейчас сразу кто-то меня провожает. Возьмите, вот такая вот. Она не очень такая вот, полная. Ну, пока. Вырезайте, вот, по-моему, почему? Вот, вы решите, я думал, что это будет отрезанное, положено во что-то. Если отрежете, то оно вытечет. Вот это вот сейчас, малечко, вот так вот. Ну, что в них, а он вытечет, не возьмем, не возьмем. У нас негде даже положить. Получительно. Я возьму на него, как возьмем, он начальник. Пожалуйста, вот это вот, который, что это маленькая, сейчас Европа. Это вытечет все. Нет, не возьмем. Вытечет, 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 вы потом лучше разрежете. Никак, дорога у нас абсолютно негде, не положить некуда ничего. У нас там книги. Никак, нам это в тягость. В тягость. Это чтобы мы рады было. Вот это вот, вы положите в какой-то маленький какой-то сосудик. И все. Вот это вот, так и сейчас. По проводам. Как они, это, не стеклянный, стекло мы не берем. Потому что у нас все это рассыпется. Мы прошел, прошел. Может, торгас у нас еще. Война. Ну, стеклянный, какой же наказ. Наказ прошел, какой наказ, говорю, такой. Мы все полезны друг к другу. Следите, может, что будет. Но Виктор-то вам накачал, будь здоров. Мне работы хватит, да, сейчас, на неделю. Я вот думаю, как вы будете в ролике, там-то найдете вы людей, которые выставили бы вам. Не могу сказать. Но в Греции. В Греции. В Греции. Мы можем определенно щелко сказать про Германию. В Греции, Германии. Пусть туда заливают видео все на те адреса. Ну, как Сергей не могла говорить. На всех адресах я уже сам заберу. В Греции могли бы. Я адресам принесу. Сейчас, в ком. Значит, вот это определенная щетка. Так, теперь эту из Франции, это поблагодари. У нее никого нет, она одни, она ведет монастырь. Такой сегодня никого нет, она одинокая. И спрашивают не еще. А благодарность мы можем выразить. Пошел. До свидания. Золотые прорывыщики помогали мне столько. До свидания, брат. Я могу. На блогу. Увидимся. Спасибо. А, чуть-чуть. Мы не дожди. Я не дожди. Сейчас я. Это моя? Сейчас я сверну. А, не надо. Я саду со мной. Потому что. Это тоже не надо. Не пошел. Ты пошел по походу. Так, че ты. Субтитры делал DimaTorzok. Спасибо.